Мороз, Мороз, а не морозь меня! Один из самых одиозных пропагандистов на российском телевидении. Мне понравились претензии, которые мне были предъявлены, что я пропагандист, хотя что это такое, не очень понятно, учитывая, что у меня выступают представители разных взглядов. А главное, что я награжден орденом Александра Невского. Ярый сторонник убийства украинцев. Сегодня утром Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В начале 2022-го попал в число самых известных разжигателей войны, за что был включен в санкционные списки. Если вы говорите, что ваша цель – Донбасс, почему вы атакуете не только тут? Вы также атакуете Харьков, нападаете на юг, чтобы дойти до Одессы. Куда вы хотите дойти? Какая у вас цель? Вы хотите прийти сюда, то есть забрать кусок Украины? Господи, так Донбасс здесь ни при чём. Это просто повод. Вы хотите половину Украины? Хотите забрать у неё Чёрное море? И вы думаете, что Украина позволит что-то подобное? Безумно лживый фанат Путина и псевдоненавистник западных ценностей. Такими санкциями, кто сказал, что надо останавливаться вообще в границах Украины? Весь мир в труху! Всё это закончится ядерным ударом. Мне представляется всё же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Мы-то в рай? Да. Бывший либерал, который поддерживает уничтожение российской оппозиции. Вот эти 2% дерьма считают себя вправе чё-то кому-то в Москве объяснять? Всё это Владимир Соловьёв, в программах которого в обморок от происходящего безумия падают даже проплаченные гости. Извин, подождите, не поднимайте так быстро. Врача, срочно в студию. Не поднимайте так быстро. Лежите, 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 не вставайте пока. Редко какой эфир с участием Соловьёва обходится без угроз другим государством. Он мечтает не только восстановить Советский Союз, но и непринуждённо шутит о захвате Португалии и создании там Лиссабонской народной республики. Также легко посягает и на территориальную целостность Соединённых Штатов Америки. Вы не хотите Лиссабон, что ли, теперь? Нет, мы брали Париж. Ну и? Париж ещё можно вернуться. Не надо останавливаться на великих достижениях наших отцов и дел. Надо дальше смотреть. Лиссабон. Извините, я рассуждаю, я человек не военный, но вокруг военных. Я рассуждаю, как меня учили выдающиеся советские военачальники. Надо выходить к естественным преградам. Правильно, товарищ Геннадзе? От моря до моря. Ну правильно, поэтому кокияну надо, кокияну. А что, португальцы прекрасно будут жить в составе Российской империи. Таким своеобразным образом Соловьёв развлекает своих зрителей. Видимо, поэтому записал себя артистом во всех официальных документах и декларациях, когда до войны скупал виллы возле итальянского озера Кома. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих. Я верю, что многие этого не понимают. Для них нет лучшей доблести, чем дожраться, допиться до цирроза печени и сдохнуть, обсираясь мелкими бриллиантами где-нибудь на красивой даче у озера Кома. Сейчас Соловьёв вместе с хором единомышленников врет, что в самом начале войны именно англосаксы недали Киеву и Москве договариваться во время мирных переговоров в Беларуси и Стамбуле. Путина он преподносит фактически голубе мира, который был готов с легкостью расстаться с оккупированными украинскими территориями в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО. Соловьёва не смущает, что планы развалить Украину его высокопоставленные гости озвучивали буквально в первый день полномасштабного вторжения. Для нас особо важно юго-восток Украины. Нельзя оттуда уходить. Всё. В какой форме это будет присутствие? Присутствие дружеского государства, нескольких государств или со временем, может быть, эта территория изъявит желание войти в состав России и, по сути, вернуться в состав своего государства. Но эту территорию нельзя отдавать ни в коем случае. Соловьёв сознательно закрепляет как норму в России аморальную и лживую риторику. Призывы к массовому уничтожению людей хоть пока и не звучат от первых лиц России, зато в его программах являются вполне допустимыми. Откуда был запуск? С Украиной, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику. Ежедневно в каждой, без исключения, программе Соловьёва высказывается столько абсурдных и бесчеловечных нарративов, что перемещаться даже по России без армии телохранителей он уже не может. Где комитет солдатских матерей? Плачьте с нами, плачьте со мной, плачьте лучше нас. И вот, что это такое? Мой мальчик в армии! Вы что, хотите, что он пошёл воевать и Родину защищать? Нет! Не для этого я сына растила! Соловьёв, в частности, не стесняется гнать на фронт российскую молодёжь. Неприкасаемыми в его программах остаются отпрыски российских чиновников и многочисленные собственные дети, которые живут и учатся преимущественно в западных странах. Всегда на войнах молодые. Но у нас сейчас, я всё понимаю, политическая обстановка, вечная боязнь, где-то что-то. Ну, сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят, ну, слушайте, ну, дайте повоевать! И ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили, а ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине? Задача пропагандиста Соловьёва продать российскому зрителю иллюзорно комфортную картину мироустройства в России при единственно возможном президенте Путине и так называемом большинстве россиян, готовых умереть за своего диктатора. Соловьёв не объясняет, из-за чего случился бунт Пригожина, равно как и не поясняет, зачем осенью 2022-го кремлёвскому тирану понадобилось панически призывать на фронт сотни тысяч неподготовленных людей, устраивать облавы и внедрять цифровой ГУЛАГ с вручением повесток. Мы величайшая страна. Не потому, что мы живём лучше всех, нет. Не потому, что у нас самая высокая продолжительность жизни, нет. Мы величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра. Для так называемой войны на стороне добра Путин приготовил к пожизненному заключению на фронте как минимум 300 тысяч человек. То есть всех тех мобилизованных, которые, поверив, российской власти теперь могут покинуть фронт в Украине только в случае тяжёлого увечья. Я против того, что ребята постоянно там. Мой муж после ранения находился в госпитале. Он у меня сейчас дома. Вот на 30 дней реабилитации нам дали. Дело в том, что ребята после выздоровления опять же едут туда. Крамы и косы. Никто это в ВВК нормально не проводит. Они просто прошли, сказали им, какой у них диагноз и отправили обратно. Я, конечно, всё прекрасно понимаю, но неужели в нашей стране нет здоровых ребят? Почему должны? Ранили, вернулись, ранили, вернулись. Получается, что для российской власти жизнь законопослушного мобилизованного стоит меньше жизни осуждённого рецидивиста, который согласился полгода убивать украинцев в обмен на свободу. Не больше прав и у жён и матерей мобилизованных, которым с экранов телевизоров говорят, что ротация их родственников с фронта не предусмотрена. То есть единственный способ для них вернуться домой в гробу или инвалидам. Моя жизнь с началом СВО и мобилизации изменилась определённо в худшую сторону. Дети спрашивают, где их папа, когда он вернётся. И у нас нет на это ответов. Мы живём просто в аду. Все там очень хотят вернуться домой, но их не отпускают. Забрали как в рабство людей, и они не могут оттуда выбраться. Вот говорят, до окончания СВО. А когда оно закончится, непонятно. Я вообще не поддерживаю военные действия. Что делать с Рондом? Просто помириться и разойтись. Но власть предлагает родственникам мобилизованных смеяться с тем, что их семьи останутся без кормильцев из-за войны Путина в Украине. Соловьёв, как ни в чём не бывало, требует отправки на фронт ещё большего количества пушечного мяса. Зачем бояться того, что они избили? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Но мы же в рай попадём. То есть поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Только меня что огорчает, что это, наверное, первая война, где мы воюем без молодёжи. Потому что при всём уважении к руководству, я не понимаю, как может так быть, чтобы срочник и не воевал. В результате Россию охватили массовые протесты жён и матерей мобилизованных. Они начались ещё в прошлом году в так называемых «освобождённых» ЛДНР, а сейчас массово перекинулись на российские регионы. Но благодаря таким, как Соловьёв, протестные темы никогда не освещаются на федеральном телевидении. Над родственниками мобилизованных Соловьёв и его приспешники открыто издеваются на своём телеграм-канале. Виктор Николаевич, ну давайте расскажем всем тем, кто, скажем так, испачкал одежду, штаны, что происходит. О чём говорил президент? Я считаю, что в каждом обществе есть, как и у человека, есть прямая кишка. Вот там, в прямой кишке, иногда сосредоточиваются, в общем-то, такие эксперименты, которые, вы знаете, не очень хорошо пахнут. Вот эти эксперименты, они, безусловно, есть сегодня и в России. Они сегодня разгоняют панику, они начинают там уже переписываться. На сайтах уже появилось огромное количество, огромное количество сомнений в правильности мобилизации. Следуя испытанным годами методичкам Кремля, Соловьёв пытается скомпрометировать родственников мобилизованных, вбрасывает не одну, а сразу несколько разных версий происходящего. То солдатскими жёнами и матерями манипулирует с Запада, то протестующих женщин и вовсе не существует. Низкосортные постановочные ролики по их дискадетации уже начала клепать Роспропаганда. Привет. А что где муж слушать? Нигде, я не знаю. А что там на плакате написано? Катюшенки чуть приставили. Каждый раз своя работа. В свою очередь, активистки из числа пропагандистского движения «Катюша», которые засветились в десятках пропутинских акций, внезапно все как одна превратились в жён мобилизованных и объявили тех, кто не любит Путина и его войну, врагами народа. И Соловьёв подключился к активному распространению этих нарративов в своих соцсетях. Главное – не допустить роста протестных настроений перед переизбранием Путина. Подруги наши, жёны, дочери, близкие. Мы, жёны мобилизованных, обращаемся к вам. С чувством недоумения и тревоги мы наблюдаем за тем, как в те дни, когда наша страна воюет с НАТО, когда вопрос стоит о том, быть Россией или исчезнуть, враги нашей страны пытаются сделать вас оружием в борьбе с Родиной. Поймите, большинство тех ужасных историй, которые якобы приходят с линии фронта, пишут люди, сидящие в офисах за тысячи километров от передовой и получающие за это деньги. История знала много кровавых диктаторов, но в наше время даже последние людоеды не додумались людей не призывать, а похищать на войну под предлогом сверки документов в военкомате, как это делает Кремль, а затем открещиваться от протестов тех, кто поверил российской власти. Ещё большим цинизмом выглядит решение Путина объявить следующий 2024 годом семьи в России. Ведь так называемую исключительную заботу о российских семьях транслирует тот человек, по вине которого погибли и были ранены сотни тысяч людей. У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдём. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят от водки там или ещё от чего-то. Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже не... И незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Мировая история, наверное, не знает примера более циничного отношения к жёнам и матерям, мобилизованных, чем в России. Ведь Путин обещал не призывать сыновей, мужей и отцов на фронт ещё в самом начале вторжения в Украину, когда поздравлял российских женщин с 8 марта. 8 марта – один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России. В свою очередь, Соловьёв даже не скрывает, что готов отправить на войну молодёжь, в том числе украинских беженцев, большинство из которых оккупанты принудительно вывезли в Россию. Мы никогда не знаем, когда Родина скажет «надо». Это зависит от миллиона обстоятельств. Но мы должны быть готовы. Мы должны осознать своё предназначение. Соловьёв ряно поддерживает так называемые традиционные ценности Путина, но при этом был дважды разведён, имеет официально зарегистрированных восьмерых детей и сейчас, несмотря на то, что у него есть третья законная жена, завёл ещё и любовницу – баскетболистку Светлану Абросимову, у которой есть американский паспорт. В довоенной жизни Владимир Рудольфович был знатным любителем сгонять и развеяться в США. В США давно легализовали церковь сатаны. Посмотрите, какие там проходят сейчас обряды. Особенно Соловьёв зачастил в Америку в 2017 году. Он туда летал буквально каждый свободный день. Оказалось, что в 2017-м Абросимова родила Соловьёву в США близнецов, которые сразу автоматически получили гражданство этой страны. Светлана была занята очень важным делом – рожала детей. И вернулась в Россию уже с новорождёнными Маргаритой и Марией Абросимовыми. Отчество у обоих девочек – Владимировна. Соловьёв уже приготовил роскошное предание для своих отпусков. Одной только недвижимости в Москве, Подмосковье и Сочи журналисты-расследователи нашли у него более чем на 15 миллионов долларов. Автопарк кремлёвского пропагандиста состоит из 9 автомобилей, в числе которых раритетный Rolls-Royce за 160 тысяч долларов, Cabriolet Porsche 911 за 82 тысячи и Maybach в максимальной комплектации за 175 тысяч долларов. На последнем автомобиле пропагандист с толпой охраны ездит по Москве. Такой стоит 15 миллионов рублей. Чтобы у вас не осталось никаких сомнений, мы даже нашли инстаграм-пост компании «Мерседес», где они поздравляют талантливого журналиста с покупкой и желают ему удачи на дорогах под звездой «Мерседес-Бенц». Соловьёв также не потрудился объяснить, за какие деньги купил ещё до войны три виллы на озере Кома стоимостью не менее 8 миллионов евро. Ведь даже его немалых официальных доходов на всё это бы никак не хватило. Замороженные мои активы в Италии – та самая вилла, которую я купил честно, на декларированные средства, в прямое, оформив на себя. Тем самым показываю, не, надо было их хитрить, делать левым образом. Как они понять не могут, что вы же нас в себе разочаровываете? Это попадёт в китайскую зону оккупации, и китайские товарищи вам вернут. Русский человек всегда готов умереть за высшую цель. Не за Макдоналдс, не за Кентакки Фрай Чикен, за высшую правду. Как ценят окопную правду Путина Соловьёв показал бунт Пригожина, про которого пропаганда забыла буквально через несколько дней после его похода на Москву. Несмотря на то, что долгое время Пригожин считался чуть ли не главным героем Донбасса, а канал «Соловьёв Лайф» постоянно рекламировал вербовку в ЧВК «Вагнер». Но это не помешало спустя некоторое время сотрудникам Соловьёва ликвидацию Путиным самолёта Пригожина назвать работой украинских спецслужб и даже приплести к этой истории Нестора Махно. Сейчас самая вам сладкая параллель, самая мякотка этой истории. Махно требовал снаряды. Больше того, Махно, будучи, извините, человеком очень несдержанным, требовал их примерно такой же лексикой, как и господин Пригожин. Разница вся была в том, что Махно не мог запиливать такие видосики сочные, и это распространялось благодаря махновской контрразведке. Ну, да, наверное, взял бы Украину за день. Правда, Бахмут брал 200 с лишним дней, а всю Украину взял бы за день. С таким же успехом Соловьёв, как только крысы побегут с корабля, предаст при первой возможности и самого Путина. Долгое время пропагандисту удавалось перекричать реальность в России, разбавляя обвинения в адрес сомневающихся в неправильности политики Кремля оскорблениями, налётом псевдопатриотичности и великодержавности. Почему не глупануть по местам в ходу вооружения? Вот там в Польше есть, где там ещё в Румынии у них есть базы. Ну, давайте уж в прямую, ну чего стесняться-то. Володь, да слушай, в Брюсселе 12-го числа соберутся министры обороны НАТО. Давай по ним долбанём сразу. Я, ну хорошо. Они сейчас там будут принимать решения и планы. Отличный вариант. Ну, может, тогда ещё дальше? Там Рамштайн ещё есть. Да, и дальше ещё можно. Правильно. Там ещё Вашингтон есть там. Соловьёв продолжает распручивать спираль насилия, однако желание россиян погибать за политические амбиции Путина иссякает с каждым днём. При этом в народном фольклоре за Соловьёвым всё прочнее закрепляются многочисленные прозвища. В частности, «Вечерний мудозвон» по мотивам одноимённой песни Бориса Гребенщикова. На что это? Это соловьиный помёт. Натуральный соловьиный помёт. Во-первых, это хорошее название для шоу на канале «Россия». За день до российского вторжения в Украину Соловьёв стал фигурантом персональных санкций. Теперь ему запрещен въезд на территорию Евросоюза, США, Канады и Великобритании и не светит поездка на любимое озеро Кома в Италии. В Европе кремлёвского пропагандиста ждут только в Гааге. За разжигание межнациональной розни и оправдание насилия в отношении украинцев военного преступника Соловьёва будет судить Международный трибунал. Продолжение следует...